А перед началом этого ролика рекомендую вам подписаться на мою группу по продаже аккаунтов, ведь скоро здесь будет отличный просто розыгрыш, просто сочнейший, здесь можно будет получить халявно привилегию, там кит, скидочку, что-то такое, и это все полностью бесплатно, все что вам нужно это нажать лайк, допустим там репост, подписаться куда-то и все, так что советую включить уведомления, подписаться и все будет круто и вы будете иметь такой огромный шанс просто бесплатно получить какую-то привилегию. Также мы стали продавать киты по очень приятным ценам, так что если вы хотите купить себе топовый кит по дешевой цене, то есть не собирать себе кит по ценам Sunrise, а намного дешевле, то вам к нам в группу, а мы переходим к ролику, погнали. И всем здорово, народ, вот столько, не вот столько, а вот столько ресов и я, да не вот столько, а вот столько гений. Вот, вот эти ресы я выбил за один из моментов, который будет чуть позже в PvP, а сейчас хочу вам просто посоветовать подписаться на группу в Чита Акриен, группу ВКонтакте и группу в Дискорде, потому что это максимально важно, ведь на данный момент выходят максимально имбовые функции по типу телепорта и науклипа через все преграды, все блоки, через все просто и фейсы выходят, то есть фейсы, которые просто все, ну, ну, клипом, конечно, больше людей пользовалось. Ну, короче, ты просто мог через все ходить, в телепорте ты вообще мог куда угодно тэпаться, но логично, что это максимально быстро фиксится всякими античитами, так что, да, глянь, сколько людей кикнуло, просто из-за лага сервера, из-за хостинга за рубль один. Да, так что, так что вот так, советуем подписаться, потому что, чтобы это все не пропускать, на данный момент пофиксили науклип, да, вот сейчас меня кикнет, просто отвечаю, сейчас меня кикнет за эксплойт и скажет, что использовать читы на сервере. Запрещено, да, потому что сервер залагивает и просто кикает всех, и сервер залагивает уже на протяжении 30 минут, на протяжении 30 минут я снимаю этот ролик, да, так что вот, сейчас вторник, конечно же, и почему-то сервер так поздно просто или дудосит, или что, ну-ка, я буду умирать? Нет, я не буду умирать. Ну, один раз меня тапнуло так низко, что я умер на спауне, да, бывает. Так что, ну, клип не работает, флай не работает, и, наверное, на этом все. Пока что все пофиксили, но, если вы не пропустили момент, я думаю, вы наснимали, ну, не наснимали, а навыбивали кучу весов. Но я наснимал много моментов, так что, думаю, можно к ним сразу перейти, поэтому мы начинаем по УП, весь ролик, погнали. Итак, начать это видео хочу с довольно-таки интересного момента, да, все это буду озвучивать уже во время монтажа, потому что очень много материала, очень много всего. А в итоге что получается? В итоге или музыку на 10 минут подстраивать, или еще что-то делать, ну, как бы вот. Буду озвучивать так, буду говорить ключевые моменты, и так, смотрите-ка, что здесь. Здесь меня убили, у меня было 6 сердечек, вы можете на паузу поставить, меня просто за секунду ваншотнули с большинством моих сердечек. То есть у меня было много хп, и чел просто взял, мне за секунду засчиталось 2 хита от моменталки, и поэтому я умер. Но благодаря автореспауну в Акриене он сработал идеально вообще, то есть он сработал моментально, даже этот чел не понял. Я просто взял, собрался, разменял тотемы на остаток своих вещей, потому что тотемы это обычные киты, тотем по факту бесконечные, а забрать свои лесы почему бы и нет. Вот. Окей, следующий моментик, здесь я даже не помню, что было, давайте-ка посмотрим. Но по дефолту бафаюсь, всегда я мгпл перед паупе, потому что это максимально важная тема, она может нас спасти. И да, здесь я просто зарешал на неожиданности. Если что, на этот варп я даже не залетал голым, не чекал, и вообще на все варпы из этого ролика почти я залетал, просто вот так вот брал, и на изи залетал, даже вообще не парился ни о чем. Потому что с таким ноу-клипом это не имело как бы смысла. Окей, здесь Фантом и его друг Феникс решили погриферить без софта, решили напасть на человека с ником из рандомных символов и без доната. То есть реально сами себя, я считаю, подставили и подгнали мне очень много резов. Окей, вот здесь вот идет момент, здесь огромный замес, как вы видите. И я решил взять и немножко поучаствовать в нем, ведь как такое можно пропускать. И вот здесь вот я выцепляю челика, вижу, что у него очень мало гэплов, покоцанная броня, она более покоцанная, чем у меня. Я просто понимаю, что он только что пэхался, он только что прям жестко попережимался, а я только залетел на ПВП, у меня есть преимущество. Также у него есть руна. Здесь я начинаю сражаться, и смотрите-ка, у меня авто тотем сделан так, чтобы меня не ваншотила третья моменталка. То есть чтобы, ну, как вы видели тогда, что у меня было много хп, и меня убило. То есть я не понял, как авто тотем, конечно, я не буду ставить на столько сердечек, но меня убило. И, а здесь из-за руны он меня так быстро прожимает, что мне нужно брать и есть яблочки. Но авто тотем мне мешает нормально есть яблочки, и поэтому как только он мне оставляет 4 сердечка, я беру в руку тотем, перестаю хилиться, и он мне сразу выносит тотем. Ну и здесь я начинаю просто ПВПхаться на уверенности, и что его, конечно же, кикает. Дальше он мне там что-то начал выписывать, что вот, 0г плавнутый, и этот, ну, короче, просто забомбил, потому что изи руна с него. Окей, это очень много моментов было, уже много я так назвучивал. И здесь идет тот самый момент, который был у меня в шорте, если кто не видел, то сейчас вы его увидите. Только он здесь будет немножко поподробнее. Что здесь происходит? Здесь я просто решил бафнуть на себя стоповую зельку, ярость дракона, или как она там называется. Ну, короче, обалденная зелька, нереально имбовая, то есть, если реально ты ютубер Санрайза, и тебе выдают изи деньги, то есть, вот эти, то это имбово. То есть, понимаете, я просто стою и выношу всех. Это был максимально легкий килл, и я просто мог убить любого так, но решил залететь именно на этот варв. Окей, в этом моменте, если что, не работал ноу-клип, как видим, это старая версия 5.92, и ноу-клипа еще нет. Поэтому я на свой страх и риск решил залететь и чисто по скиллу вывести. Что происходит? Я попался к двум софтерам, если что, они софтеры, да, они софтеры, вы это увидите прямо сейчас, как он умрет. И дальше у них автореспаун был, как уж так, ну, короче, у них точно был автореспаун, и они брали и тэпались на точку своей смерти. Это было просто нереально прикольно. То есть, здесь я, по сути, на уверенности зарешал. Дальше будет очень много интересных моментов. То есть, в одном моменте я сам себя закопаю, так сказать, сам себе сделаю хуже. Как видим, очень много рессов. У них трапка вроде проработана, но очень плохая. Да, здесь я решил ускорить, потому что они просто приходят, умирают. Ну, то есть, у меня нет хелпы, я соло-игрок. Мне неприятно играть в Майнкрафт с кем-то, потому что я то играю, то нет. И понятие темы до этого было прям одно. Сейчас все изменилось, и поэтому я пока что соло. Вот здесь я пытаюсь забрать все оружие у них, потому что, как видим, они просто на меня нападают, чтобы мне не сломали броню. Я просто забирал у них все оружие, оставлял им всякое, всякое это. Вот здесь, смотри, момент. Я решил на ноу-клипе немножко уйти, но ноу-клип полностью не работал, поэтому я, считайте, себе заруинил. Вот здесь я кинул перку. Это просто там было, ну то есть, меня просто сжались динамита, я как-то выжил. И здесь я решил тоже ускорить, просто моментик такой, чисто на дефолтничах. Ускорил, вот здесь вот, вот здесь ключевой момент. Вот, обратите внимание, мне чел написал, я тебя хелпую. Что это значит? Я понял, что наконец-то есть спасение, потому что это продолжалось бы бесконечно. Здесь я отрубил килауру, чтобы не убить тиммейта. И понимаю, что терять мне уже нечего. И я просто решаю ему, сейчас вы увидите, что я решаю сделать. Я просто понимаю, что у меня уже нет спасения, вижу, что он реально мне хелпует. И просто отдаю ему инвент для пвп. То есть без шлема, ну, скинул то, что мог. Потому что здесь нельзя было тупить, что-то стоять АФК, как я вот сейчас делал. Потому что он уже рядом со мной стоит. То есть я, считайте, затимился. И вот здесь он меня просто дефает, дефает, дефает. И по сути все. Чуть позже я просто взял и ливнул. Это максимально чел меня спас. Сейчас это никак не мой тиммейт. Потому что, как видим, я у него даже не о френдах в Килауре. Я его увижу первый раз. И он мне просто решил хелпануть. Я ему все, что я себе забрал, чтобы все сделать по-честному, я забрал себе руну. А он забрал себе... Я ему скинул, короче, два сундука аресов. Ну, как два сундука аресов? Там было два сундука. Короче, всю броню, все мечи забрал он. Я забрал себе только руну. Ну, и бафы, вот это все, яблоки я забрал себе. А все остальное я отдал ему. Просто тэпнул его на схрон, где... Во-во-во, чекайте чат. Чел пишет спек быстро. И сразу же я ливаю, понимаете? То есть, вот рофл был в том, что чел играет сам с читами и пишет спек быстро. Ну, такой у нас ролик был. Вот я ливнул, засейвил кучу лесов. Да, я очень был доволен. И вот такой у нас ролик. Думаю, вам понравилось. Я на это потратил много сил, если честно. Вот это все сел озвучивать. Тяжело было озвучивать. Так что, всем спасибо за просмотр. Следующий ролик будет очень интересный. Я постараюсь... Да, он будет очень интересный. Будет что-то новое. Будет интересное. Думаю, вы это обязательно зацените. Если хотите больше таких паупоментов, обязательно поставьте лайк и подпишитесь. С вами был Ягодзилка. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok